Новости на телеканале Видное ТВ. Я Татьяна Брылова. Приветствую всех, кто сейчас с нами. Вначале коротко о темах выпуска. Новая жизнь в новой квартире начнется теперь у жителя Ленинского городского округа Владислава Абрамчева. Отличная квартира. Я в целом доволен. Новый участковый пункт полиции появился в микрорайоне Куперенко. Пункт полиции около дома – это всегда очень надежная крепость. Спарта НК вступила в противостояние с одной из сильнейших команд УГМК из Екатеринбурга. Чувства через край, эмоции прям бьют ключом. Своя собственная квартира в новом доме жилого комплекса «Пригород лесной» теперь есть у Владислава Абрамчева, оставшегося без попечения родителей. Свежий ремонт, сантехника, кухонная плита. Осталось лишь приобрести мебель. Вместе с Владом на первый осмотр отправилась и наша съемочная группа. Вот здесь, в новом 17-этажном доме жилого комплекса «Пригород лесной» совсем скоро справит новоселье Владислав Абрамчев. Собственная квартира ему положена по губернаторской программе «Жилище», которая предусматривает вручение ключей детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Влад воспитывался в приемной семье. С 18 лет стал жить отдельно в доме приемных родителей в Картино. И вот теперь у него появилась собственная жилплощадь. Квартира общей площадью 36,6 квадратных метров довольно просторная. Светлая комната и кухня, большая ванна, есть даже гардеробная. Квартира нашему герою понравилась. Он по-хозяйски оглядел свои новые владения, но нам признался, что еще не решил, как именно их обустроят. Отличная квартира. Я в целом доволен. Надо достраивать, кухню доделывать надо, плюс место, где спать, стол, стулья. Да и все. Самое комфортное такое жилье, я считаю, для молодого человека, который дальше будет решать, что ему в этой жизни делать, как ее обустраивать. Ну, мы за него очень рады. Владислав закончил факультет логистики на воздушном транспорте колледжа Московия. Сейчас работает в сфере продаж, но планирует в следующем году продолжить обучение. Я хочу пойти учиться либо в авиационный, либо туда, где есть логистика. Если не получится в МАДИ, то, наверное, в МАДИ. Благодаря управлению опеки и попечительства первые вещи уже появились в новой квартире Владислава. Но самый главный подарок ему, конечно же, вручили в администрации района. От меня лично, от главы Ленинского района Валерия Николаевича Венцеля, от всей администрации, позволь тебе в этой торжественной обстановке вручить ключи, ключи от квартиры, которые ты по праву заслужил. Просто желаю тебе не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и по жизни оставаться таким же умным, красивым, молодым. После вручения ключей и подарка лично от главы района осталось подписать необходимые документы. Напомним, что губернаторская программа «Жилище» в новой редакции работает с 2013 года. В этом году ключи по ней уже получили четыре юноши и девушки. Влад стал пятым новоселом. Спустя пять лет все они смогут приватизировать жилье и распоряжаться им по своему усмотрению. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, ВИДНЭТВ. Сегодня новое отделение участкового пункта полиции номер 9 распахнуло свои двери в микрорайоне Купеленка, который сейчас активно заселяется. Свидетелем разрезания красной ленточки стала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Ленинский городской округ стремительно развивается. Строятся новые дома, увеличивается численность населения. Открываются детские сады, школы, поликлиники, другие социальные объекты. В их числе и участковые пункты полиции. За три года их в муниципалитете появилось целых шесть. Последний торжественно распахнул двери в микрорайоне Купеленка, что в городском поселении Горки-Ленинские. Идти каждому в полицию далеко, и не всегда это удобно, и очереди, и так далее. А здесь, когда по месту жительства можно обратиться непосредственно к тому человеку, который работает на этой территории, это очень удобно. Новый участковый пункт расположился по адресу Северный квартал, дом 22. Помещение выделил застройщик. Он же его отремонтировал и оснастил всем необходимым. Два стола, за которыми предстоит работать двум участковым полицейским, компьютер, принтер. Есть и удобство для личного комфорта сотрудников внутренних дел. Санузел, холодильник, кулер. Пять лет назад, когда мы начинали здесь стройку, здесь было поле. Сейчас здесь уже и слева, и справа кругом дома, много жителей. И, конечно же, безопасность – это не последний вопрос. Поэтому мы очень рады, что на нашем жилом комплексе появился пункт полиции. Прием граждан будет осуществляться по вторникам и четвергам с 17 до 19 часов, а также в субботу с 15 до 16.00. Помимо этого, большая работа участковым предстоит вне стен пункта. Будет участковый осуществлять подворный обход, ну то есть по квартирной, да, будет знакомиться с людьми, оставлять свои визитные карточки, где конкретно будет написан его телефон рабочий, на который можно будет всегда позвонить, проконсультироваться и записаться на прием, и уже прийти и подать какое-либо заявление. Местные жители уверены, с появлением участкового пункта полиции, мелких правонарушений, которые чаще всего случаются в жилых районах, теперь станет меньше, и жить в микрорайоне будет спокойнее. Безопасность детей, безопасность наших родственников. Конечно, пункт полиции около дома – это всегда очень надежная крепость. Депутат Совета депутатов городского поселения Горки-Ленинский Артур Григорян это событие назвал настоящим праздником для жителей Купелинки. Я очень благодарен и застройщику, который это построил, и администрации, и полиции, то, что это реализовали, и для целых трех микрорайонов это сегодня огромный праздник. В планах у представителей полиции и руководства Ленинского городского округа на территории Молоковского сельского поселения в микрорайоне Пригород-Лесное до конца года открыть еще один участковый пункт полиции. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. На улице Старонагорной завершена реконструкция пешеходного перехода, который, по мнению автолюбителей, серьезно мешал движению на этом участке. Сейчас здесь заканчиваются необходимые работы, наносится разметка. Напомним, что раньше скорость потока сдерживали лежачие полицейские. Теперь они демонтированы, и на обочине установлен светофор. Во время нашей съемки он работал в тестовом режиме. Красный свет будет включаться после того, как пешеход нажмет кнопку. В остальное время на нем будет гореть разрешающий сигнал. Приведут ли эти меры к тому, что пробки на Старонагорной улице пропадут, узнаем совсем скоро. В микрорайоне Восточное Бутово произошел парадоксальный случай. Как правило, граждане приветствуют благоустройство территории вокруг домов. Но не в этот раз. Жители нескольких многоэтажек жилого комплекса попросили демонтировать одно из мест для отдыха. Почему? Разбирался наш корреспондент Максим Козлов. Вот так всего неделю назад выглядел небольшой сквер на улице Лесной. Освещение, дорожки, удобные столы и лавки. Как говорится, пользуйтесь на здоровье. Но что-то пошло не так. Когда их поставили, когда мы увидели, что это все организовано, красиво, это было здорово, это было симпатично. Но в процессе люди стали постоянно жарить шашлыки. То есть это идет нон-стопом получается. То есть практически с утра. Практически с утра и до самого вечера. Шум, когда люди начинают выпивать, отдыхать. Получить полное представление о том, что творилось на площадке, позволяет видео одной из жительниц близлежащего дома, которые она выложила на ютубе. Вот мы слушаем эти крики и визги. Дети вообще просто боятся, боятся этих диких криков, этих визгов. Это полнейшее просто безобразие. Естественно, больше всего доставалось жителям двух близлежащих домов. Граждане обратились к депутату, а тот, в свою очередь, к застройщику. Этот сквер стал логичным продолжением облагороженного бульвара, который протянулся через весь микрорайон. Рядом с ним расположена площадка для выгула собак. И хотя мохнатые питомцы тоже бывают довольно голосисты, к ним у местных жителей претензий нет. Получается, в нашем случае животные оказались интеллигентнее людей. На благоустройство этой территории были потрачены немалые деньги, а потому сносить все подчистую не стали. Мы подумали с представителем застройщика, нашли сломоновое решение. Демонтировали данные здесь столики и столы для того, чтобы, во всяком случае, постараться оградить возможность большого скопления здесь вот такого рода невоспитанных граждан, которым абсолютно все равно на проживающих рядом людей. Казалось бы, только столы и лавки убрали, но местные жители уже, что называется, почувствовали разницу. Здесь постоянно народ был, постоянно распитие спиртных, постоянно шум, гамм, не считая днем. Это все и так же ночью происходило. Виден эффект, что меньше уже народу приходит, и драк нету из-за места, и еще что-то. Хотелось бы сказать спасибо депутату, который, Валерию Черникову, который отреагировал на наше обращение, отреагировал и не просто, а действиями. Это очень приятно, ну и мы все это ценим. Конечно, жарить шашлык перед лесной полосой местные жители не перестанут, но безобразия и беспокойства для граждан станет на порядок меньше. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Спортсменки-красавицы к игре готовы. Во дворце спорта «Видное» в рамках чемпионата России прошла домашняя встреча между командой «СпартНК» и баскетболистками из Екатеринбурга. Тему продолжит Екатерина Коваленко. Встреча началась с минуты памяти, посвященной Шабтаеву фон Калмановичу, чья жизнь трагически оборвалась 10 лет назад. Именно благодаря усилиям этого энергичного и страстно влюбленного в баскетбол человека в «Видном» в 2005 году появилась новая женская команда «Спартак». Уже с первых комбинаций на паркете стало понятно. Борьба предстоит упорная и сложная. Ведь за мяч с нашими спортсменками сражались опытнейшие титулованные баскетболистки из Уральского УГМК. По таблице нам бороться не за что с ними. Конечно, они лидеры, и никто не рассчитывает, что мы выиграем. Но мы должны показывать свой уровень, мы не можем проваливаться. Самое важное – показывать стабильность. Им нужно просто расслабиться, поверить в себя и делать ту работу, которую они могут. А они могут. На тренировках они это делают, и сильным соперникам они это делают. Стартовые 15 минут команды шли вровень. Спартанки ярко конкурировали с чемпионками России и 9 раз табло фиксировало одинаковый счет. И хотя к середине следующего отрезка Екатеринбурженки ушли вперед, наши спортсменки не сдавались. В наших, конечно, но точно сократить счет. И я надеюсь, что будет борьба, потому что в наших силах главное – защищаться. Конечно, на стороне «Спарта» и «НК» были болельщики. Встреча проходила при горячей поддержке родных трибун. Чувства через край, эмоции прям бьют ключом. Обожаю баскетбол. Мы выруем победу. Я надеюсь на это, я искренне верю. Мы болеем от всей душистой команды, надеемся, что они все-таки победят. Отличная игра, но, конечно, тяжело с «Спартанком» против «Грайнер», очень тяжело. Кольцо проигрываем, она подбирает, забивает достаточно легкие мячи, поэтому преимущество, я думаю, за это. Мне кажется, просто результативность при попадании в кольцо очень захромала во второй четверти. Если будем забивать все свои, то, я думаю, игра вернется. Но спортивная удача оказалась не на нашей стороне. Вторая половина встречи прошла под диктовку баскетболисток из УГМК. И все же, видновчанки не опускали руки и в конце матча сделали серию точных дальних бросков, наколотив в кольцо соперниц целых 36 очков. Однако этого оказалось недостаточно для возрождения интриги. Итоговый счет, увы, 76-92. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ. Погода в нынешнем году преподносит нам любопытные сюрпризы. Времена года не похожи сами на себя. Холодное лето сменилось теплой осенью, а к началу привычной нам зимы вдруг случилось бабье лето, какого в ноябре не было за всю историю метеонаблюдений. Ну, о погоде мы расскажем чуть позже, а сначала заглянем в один из детских садов. Там, как и во всех других дошкольных учреждениях муниципалитета, в эти дни проходят праздники прощания с осенью, традиционно, несмотря на аномалии погоды. Ах, не смея на осень, тебя мы очень просим, поскорей свиститки спрячь, ну, пожалуйста, не плачь. Прощание с осенью – это и грустные песни, и веселые танцевальные композиции, а здесь, в детском саду номер 9 «Солнышко» даже музыкальную сказку поставили. Репка. Классика жанра, так сказать. Похоже, детский сад – это место и время, где и когда рождаются таланты. И у нас на этом все. Всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok